ребят всем привет собрались мы значит сегодня опять снова съездить погулять опять снова и просто эмили проснулась я не знаю когда и все до сих пор ходит и тусуется газует тут вот не хочет спать и кушать не хочет просто проснулась и руками машет и мы ждем пока она уснет чтобы посадить ее нормально и поехать но если вообще мы уже думаю что пусть она это но не спит мы ее посадим красит она сразу вот вот еще у нас утра здесь такой армагеддон был просто не представляет у нас во-первых протекает в ванной где вот родительская ванная кран ну да раковина снизу кручут эти все трубы протекают я просто хорошо там стоял тазик для того чтобы там полы всяким эти что такое и ну и туда вода накапала и чуть-чуть на пол там салфетки всякие замокли в общем не суть и еще короче решили почистить чайник вашими с этими способами сначала вскипятили уксус и там реально чуть-чуть одно вот это накипь всего отошла и у нас уксус кончился и тут просто на весь дом на всю квартиру воняло уксусом просто дико мы ну открыли двери все окна проветрили потом короче папа решил это все дело вскипятить с содой и ушел смотреть что там с краном я только ну хорошо тут мимо сюда прохожу и там просто из чайника вот прямо отсюда вода наверно вот так поднялась так показаны шучу просто на сантиметров 30 наверно такая и все и начинает заливать там все на кухне он стоит у нас вот здесь возле плиты вот тут и тут все сразу вода вот так вот на печку тут все короче в воде кругом ящики открываешь там все плавает знаете я уберу сразу хоп сюда я его до раковины принес тут метр и в чайнике уже воды не было представляете он полный чайник выкипел за секунду я не знаю вот и у нас тут все было круче по идее и в соде такая вот информация ну про соду вроде никто ничего не писал я не знаю почему соду стали кипячить потому что с водой тоже отмывается вот лайфхак ребят не отмывайте суды что мы вышли из дома правда имели так и не условно не знаю мне кажется она сейчас уснет да поедем сейчас в магазин эмили правда уснула надо есть час аккуратно приложить коляску конечно можно было как сид поставить вот сюда но мне если честно не очень нравится мысль о том что ребенок будет там не знаю часа два точно сидеть вот в такой вот позе в как сети мне кажется не очень хорошо хотя американцы ходят только скорости да только с кокситами вообще люльки не видел ни у кого первым делом хотим зайти в h&m смотрите не джинсы но сначала хочу поделиться с вами самой важной информации в мире хочу рассказать вам о простом и классном способе приехать в америку речь идет о государственных школьных программах по которым подростки от 14 до 18 лет могут приехать в америку и учиться здесь от семестра год-два в американских школах уже несколько раз рассказывали об этих программах у вас будет возможность получить школьный аттестат и потом вместе с ним уже будет легче поступить в университет или колледж вы сможете пожить в американской семье завести новых друзей узнать о культуре америке попутешествовать просто супер мега офигенный опыт и у вас просто нереально потянется английский язык на сайте в и usa . info вы найдете всю информацию все требования к участникам программы и там очень простая регистрация также оставлю ссылку на инстаграм где вы можете посмотреть отзывы и истории фотографии участников этих программ то сейчас учится в америке оформление заканчивается уже в марте поэтому не тяните переходите по ссылке в описании регистрируйтесь и возможно мы с вами увидимся здесь в лас-вегасе катя с эмили родителями ушли куда-то гулять и я что не могу дозвониться здесь такой знаете торговый центр вроде открытая ну как бы на улице да но здесь не работает не работает связь не работает и я не могу не дозвониться ни смску ничего не отправить ни сообщения я втыкал на улице не смог в общем найти поэтому я один одинешенько подымаюсь в тенден сейчас пойду и посмотрю джинсы себе вот и джинсики так скине мне не надо можно мне что-то прикольное о зацените вот это я понимаю джинс но он шучу блин это будет сложно найти между прочими кстати размер свой забыл если честно или скине подойдет а нет мне не нравится когда снизу так за ужина прям сильно как-то вот это вот не скинем не уверен на нет русским блин что-то как-то да он еще горит здесь прикиньте джинсы из 7 долларов это чё я пришел какой-то 1699 этого кроме решек цена им скажу узнает к у меня размер у меня что-то там 32 на сколько-то вы посмотрите просто низ какой тонкий у меня сон нога тупо даже не залезет а вон имели с бабушкой гуляет время за деревьев не видно но вода не значит катя где-то в магазине надо ее идти искать я вижу красиво они поднимаются я обошел но я-то вообще пришла вот в этот отдел не знаю как они а я вот сюда так где на малышей мы сегодня не дали крючку динозаврик переливается ну как-то странно у нас такой же ну ну ладно не такой но тоже костюм мишки но похоже очень так он ей большой и вообще не она его оденет ну вот кстати костюмчик с кофточкой неплохой может такой взять тонким не маленький ну этот маловато нет другого 24 как-то тут идет 01 а потом 24 01 маленький а 24 большой как бы как-то вот тут тонкий а капюшон капюшон огромный а внутри даже ну ну хотя нет такой полуфлис тоненький вот смотрите разницу в размерах сначала идет этот размер и следующий уже просто на гигантского ребенка вот у нас дочь как раздит посерединке ничего в общем не нашли я вообще подумал вы знаете что сделать ну как будто вентиляционная кошечка на мой 5 . стараемся просто зашить погонять пару месяцев и уже на следующий сезон осенью купить джинсы что сейчас я куплю себе джинсы похожу в них месяц максим элос прям ну там четыре раза я надену их и все и они пролежат до следующего сезона атаки в следующем сезоне самые модные джинсы в мире куплю сейчас похожу в таких забырявленных какая разница мне еще пофигу мне сейчас знаете какие старые джинсы я нашел меня смотрите вот здесь они были не протертые ребята это не специально это телефона протерлась это от кошелька протерлась здесь тоже все и здесь еще у меня вот тоже вентиляция видите вот поэтому мне вообще пофигу я знаете где их так таких это кстати джинсы надо выкинуть пацан на самом деле хорошей схеме но я решил надену как джинсы лучше они спортивные штаны человек как гопник какой-то вечно спортивных вообще у меня есть джинсы которые я не вложу скорее всего но они очень классным цветом таким горчичным оранжевым еще у меня с очень дыма оранжевая кофта я как нить одену и вообще буду просто как и пельсины с оранжевым так что вы не пропустите это обязательно подписывайтесь на канал чик и в инстаграме тоже так семья срочное совещание куда идем туда катя такой чинка чкук она мне не верила что я грудь и не размазала косметику на это полоска так и надо сама подходит к зеркалу и ржет еще посмотрю тут над бровью прям такая какая-то запчасть может и красивая и как чингачу кокни размазаны косметикой потому что делала мейкап и потому что там отвлеклась и не доделала мне кажется значит он пашка наговорил в общем он же ушел теперь я говорю что солнце скрылось стало холодно какая-то странная погода и ветер здесь такой холодный я как обычно жалостно погоду вам почему бы и нет в общем мы гуляем паша сейчас просто на машине отъедет сонок как конца в другой чтобы нам потом возвращаться ну-ка не задави нас тут принцесс увезем нет я лифт заказывала мы только что зашли вот из этой двери вот мы зашли и мы в магазине но но строму водители почти в ту сторону посмотреть себе что-то но мы конечно же в детская категор уже что-то понравилось представляете не знаю мы быть симпатичным шикарно сейчас я такой ну раз выйду из магазина я не заплачу уже вернулись домой поужинали и какая информация вот эту штучку то мы купили очень классно всем понравилось сразу штанишки какая-то запчасть и вот кофточка футболкой кофта логично и видите там розочки другой стороны девчатки такой красивый короче костюмчик что там папе купили шорты в магазине и зашли потом бай-бай-бэйби мы же купили вторую подушку она кстати нормальная кати вроде нравится нам ну больше чем предыдущая та первая правильно удобнее намного она там застегивается такая плоская и все такое короче вот кача сидит кормит ее используют по крайней мере дочь вроде не скатывается да теперь на живот да она прям твердый такая поэтому эмили можно показать вот такое да просто катя кормят эмили вот видите она покажи что она твердая и плоская горизонтальная да круче удобно и мы приехали подушку старую сдать нам сказали мы у вас ее не примем можете только на что-то обменять в итоге мы короче набрали целый пакет ну пока что как бы не нужных вещей они как бы нужны и пока что у нас их много но на будущее точно пригодятся взяли вот такую целую пачелос салфетки влажные тут двести восемьдесят восемь штук четыре пачки вот в общем они вот эти прикольные прям салфетки классно нам нравится эта фирма да мы не постоянно но короче в итоге они на все но понадобятся потом вот такие штуковины купили очень change in parts их тоже мы не постоянно используем они это короче иногда нужны иногда не нужны в общем в итоге все равно пригодятся все 50 штук тут еще как-то называется в общем прокладки для груди все ну теперь это точно все но тут эти посылка с волмарта пришло конечно конечно очень нужно интересно влажные какие короче салфетки от вирусов и бактерий в общем все ждали все больше ничего нету что это порошок детский капец это я заказал себе глиску для расчесывания волос ну кондиционер такой уже на сухие волосы ну хотя на мокрые на влажные тоже можно в общем если сильно запутались волосы то он помогает посмотрите на эту сладкую булочку прикольная штука я не видел этот полик ой ты мой слетку ну конечно кто тебя трогает раз эмили спит мы тоже пойдем спать поэтому будем с вами прощаться всем отличного дня и пока-пока